Доброе утро, мои хорошие! Увидела видео Олега Зубкова и так поняла, что еще есть проблемы с бумагами, как перевести шерха на китайский зоопарк. Ну, я так поняла, что люди стараются, молодцы, но он стоит на своем том, чтобы перевести шерха на китай. Но я вам скажу, что есть люди, которые мне пишут, что кто такая, почему вы лезете, это его собственность, так что если его собственность, что нам не переживать, он надает шерха на такой зоопарк, который ценится как 3-2. 3-2 это вообще ничего, а тот зоопарк, который, говорила моя подруга, ценится почти как 7. Это уже выше. Потом даже чувствуется, что проблемы начались по поводу перевести шерха на китай, но он стоит на своем, чтобы перевести шерха на. Но я думаю, что это не лучший парк, куда он хочет перевести, это ради комфорта своего, ради своей выгоды и так далее. И он также сказал, что если шерхана не смогут отправить, он его назад в Крым, золотой в прайд. Но, честно говоря, не знаю, как поступить, что сказать. Я не хочу, чтобы с этим львом что-то случилось, потому что потом я, если что-то случится даже в Крыму с ним, я буду себя очень плохо чувствовать. Я вам скажу честно, пускай Бог делает так, как считает нужным. Я бы не хотела, чтобы с этим львом что-то случилось по моей вине. И, пожалуйста, я никого не оскорбляю, по внешности не хожу. И нехер меня оскорблять, потому что я, говорит, то, что чувствую. А хайпуют те, которые просят донаты и говорят подписывайтесь и лайки. Я действительно полюбила. А если я говорю, наш шерхан – это всеми любимый шерхан, которого показали, которого мы полюбили. Если бы не показали бы, я бы и не переживала бы, понимаете. А так, конечно, я думаю, что там проблема будет. Ну, я уже не знаю, честно говоря, что сказать, что от этого человека ждать. Если он вернется в Крым, может, и мы больше его действительно, шерхана, уже не увидим. Если он в Китае останется тоже, девочки, не знаю, помогите мне. Я вообще не знаю.